здравствуйте дорогие зрители наши подписчики и гости канала вы смотрите цветов доме комнатные растения и сегодня мы с вами поговорим о том чем можно и нельзя поливать комнатные растения как правильно поливать цветы зимой весной и летом как определить что растению не хватает влаги если эти темы для вас актуальны то оставайтесь с нами и так чем лучше поливать комнатные цветы комнатные растения быстро реагирует на неправильный полив поэтому так важно научиться просчитывать объемы увлажнения знать какой водой можно и нельзя поливать как часто проводить процедуру и разбираться в нюансах увлажнения чем поливать комнатные цветы отстойной водой комнатной температуры фильтрованной и дистиллированной водой талой водой лечебными отварами календула чистотела ромашка но по необходимости и минеральными растворами жидкие и вне корневые удобрения как часто поливать комнатные цветы общие правила частоты полива комнатных растений можно выделить лишь для отдельных видов примеру суккуленты накапливают влагу в побегах поэтому не нуждаются в частом поливе а некоторые виды цветущих растений наоборот активно потребляют воду общие критерии частоты полива это активный период увлажнения приходится на весну и лето к зиме полив снижается зимой большинство растений отдыхает поэтому поливать надо их не чаще одного-двух раз в месяц ну а как горшок влияет на объемы полива комнатные растения высаживают в разных горшках от диаметра формы до материала последний особенно важен так как вносит свои корректировки в систему полива пластмассовые горшки не забирают влагу в отличие от глиняных ну а глиняные горшки глазурованные и необработанные изнутри с разной скоростью испаряют влагу из почвенной смеси влаголюбивые растения высаживать в них не рекомендовано также важно и есть ли в горшке дренажные отверстия вода будет задерживаться или наоборот быстро проходить через все слои почвы истекать в поддон какие бывают поливы обильный это постоянный полив большими объемами часто по два-три раза в неделю умеренный полив это нечастый полив или использование меньшего объема воды часто один или два раза в неделю переизбыточный полив это чрезмерно частые или обильные процедуры полива может применяться только для отдельных видов растений например каиру скудный полив применим для суккулентов и менее влаголюбивых растений характеризируется сниженной частотой полива или использованием небольших доз часто до одного раза в одну полторы недели ну и напоследок хотелось бы пройтись по общим правилам полива для растений не увлажнять под прямыми солнечными лучами не проливать цветы под вечер не оставлять воду в поддоне не перенасыщать влагой в зимний период и не тревожить комнатные цветы период покоя в большинстве случаев поливать безопаснее в поддон или по ободку горшка так как вода не попадает на прикорневые участки на нижние листья или в пазухи у цикламена к примеру клубень возвышается над землей поэтому попадение воды рискованно ну и пожалуй на сегодня мы уже закончим но других видео на нашем канале вы можете найти еще много очень подробной и полезной информации о поливе комнатных растений ссылочки на эти видео я также вам оставлю в описании ну а поделиться с нами своим личным опытом или выразить свое мнение можно в комментариях с вами был канал цветы в доме комнатные растения если вы еще не успели подписаться то подписывайтесь и вы будете знать все секреты и нюансы выращивания своих комнатных растений а я же всем благодарю за оценки к видео и всем пока до следующих встреч субтитры сделал DimaTorzok